Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Пакуем чемоданы. Чувашские кадеты готовятся к военно-учебным сборам. Молодость и талант. Михаил Игнатьев встретился с участниками финала «Молодые профессионалы». Голос Байкала. Юнкоры национального телевидения вернулись с фестиваля в Иркутской области. Два дня остается до конца лета и, соответственно, до Дня знаний. Пока большая часть школьников собирает портфели, будущие ученики Чувашского кадетского корпуса имени Кочетова пакуют еще и чемоданы. В самом начале учебного года у них будут учебно-военные сборы в Крыму и Пермском крае. О их программе нам сегодня рассказала заместитель директора корпуса. Наших ребят ожидает интересное событие. Ребята поедут в Крым и в Пермь. В начале сентября будут организованы учебно-спортивные сборы с организацией образовательного процесса. Ребята будут проходить такие предметы, как математика, русский язык, иностранный язык, история и общество знания, география, химия, биология. Будет усилена физическая подготовка ребят. Все будет очень увлекательно и интересно. Согласно учебному плану, такие сборы проходят каждый год в сентябре или в мае. В этот раз их проведут в начале учебного года, так как в корпус поступило много новых ребят из семи разных регионов страны. И во внешкольной обстановке им будет проще подружиться, говорят педагоги. Впрочем, День знаний кадеты встретят в Чебоксарах. Сейчас корпус готовят к праздничному открытию. И сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с регионами по подготовке к учебному году. В этом году в России за парты сядут более 15 миллионов школьников, отметил председатель правительства страны. На сегодняшний день большинство школ к началу учебного года готовы. В Чувашии на безопасность, соответствие санитарно-гигиеническим нормам и удовлетворительное состояние материально-технической базы проверено 911 образовательных учреждений. Все они приняты. В этом году почти 383 миллиона рублей выделили на капитальный ремонт 68 школ и детских садов. Один из них – Чебоксарский детский сад номер 185. В прошлом году прошел первый этап у нас ремонта, это укрепление фундамента. А в этом году уже второй этап завершился вот таким капитальным ремонтом. Здесь заменили окна на пластиковые, обновили фасад и коммуникация. Внутри здания санузлы отремонтированы, плитка, канализационные эти трубы, в подвалах водопровод, холодная, горячая вода. Двери заменены, территория сада, асфальтное покрытие, все отремонтировано полностью, 100%. На время ремонта детей распределили по соседним садикам. В отремонтированные группы они смогут вернуться 1 сентября. Ученики гимназии номер 46 и начальной школы номер 2 скоро оценят обновленные бассейны. В общей сложности на подготовку к учебному году в образовательных учреждениях всех уровней в республике потратили 845,5 миллионов рублей. Кроме того, к началу учебного года в нашей республике откроются две новые школы. Это Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова. Там смогут учиться 400 человек. И школа в Цивильске на тысячу мест. Национальный чемпионат WorldSkills недавно прошел в Южно-Сахалинске. Чувашию представляли 12 профессионалов. По возвращению в Чебоксары чемпионов пригласил к себе на встречу глава Чувашии. 7 медалей и 14 место в общекомандном засчете. Таковы результаты сборной Чувашии в национальном чемпионате WorldSkills. Будущие электрики, сварщики, автослесари, плотники, повара, флористы и кондитеры боролись за звание лучших в своем деле. Чувашию представляли 12 молодых профессионалов. Это достойный показатель, достойное место. Благодарен всем тем мастерам, педагогам, преподавателям, которые готовили вас. А вы как послушные, так скажем, студенты, ученики, подавались этим эмоциям, соответственно, и вам стало интересно. Не было бы интересно, вы, конечно, не достигли бы этих успехов. Вот этот интерес, у меня пожелание одно, никогда не должен пропадать. Василий Семенов получил бронзу в компетенции кирпичная кладка. Толщина швов и ровные ряды задания оценивалось по аккуратности и детальной точности. Кирпичный колодец Васе настолько понравился судье чемпионата, что тот подарил нашему участнику свою жилетку. Впечатления хорошие, повидал Сахалин, работать было трудно, кирпичи были тяжелыми, были большие блоки. Капитенция промышленной автоматики в Чаловской республике была представлена впервые. И несмотря на то, что она была представлена впервые, благодаря базе Чебоксарского электромеханического колледжа, которая досталась благодаря движению молодых профессионалов WorldSkills, я смог подготовиться к финалу благодаря своему наставнику Захару Андрею Михайловичу и показать достойный результат. А результат Александра более чем достойный. Золото в компетенции. После чемпионата Сашу тут же пригласили работать на завод ЭКРО в отдел по проектированию различных устройств защиты. Участники все как один твердят, хороших результатов добились благодаря тренировкам и хорошей материально-технической базе. Много очень работы было проделано, прежде чем туда попасть. Я думаю, все, кто здесь из участников и из преподавателей находится, все это заслужили, потому что все усердно работали. Я думаю, у всех была хорошая материальная база, оборудование какое-то, все, кто здесь есть. Иначе бы мы не съездили на Сахалин выступать. У нас тоже была хорошая база для подготовки, очень хорошее оборудование. Я думаю, ни в одном регионе такого нет. Задание, оно все дальше усложняется и усложняется, и также нужно новое оборудование для подготовки. У большинства конкурентов они готовились не на настоящем оборудовании, а на виртуальном. А вот у нас было настоящее оборудование. Так что для нас это был большой плюс. Молодые профессионалы высказали пожелания и для дальнейшего развития движения WorldSkills в Чувашии. Компании, которые дают нам технологии, то есть их изобретают и продают в среду, это тоже самые наши спонсоры и партнеры. С ними нужно держать контакт и привлекать к себе внимание. Просить о том, чтобы они приезжали, делали семинары. Просить о том, чтобы они приезжали к участникам и не только, и даже студентам простым говорили, зачем и что нужно. То есть инструкция – это инструкция, а то, как дается от предприятия, организации в целом, это куда более дельные советы и есть в этом выигрышные позиции. В конце встречи глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил чемпионам и их тренерам денежные вознаграждения. Так, сертификат на 50 тысяч рублей за победу в компетенции промышленная автоматика получил Александр Мусатов. За серебро в направлении сетевое и системное администрирование Марков Никита получил 40 тысяч рублей. И по 30 тысяч получили бронзовые призеры компетенции «Конзитерское дело» и «Кирпичная кладка» Татьяна Грачева и Василий Семенов. Не остались без награды и наставники чемпионов. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Трудное, но необходимое решение. Так, сегодня Владимир Путин прокомментировал предстоящие изменения в пенсионной системе. Они позволят сохранить стабильность пенсионной системы России на долгие годы и обеспечить рост доходов не только нынешним, но и будущим пенсионерам, заявил президент. Кроме того, в своем обращении к гражданам он также озвучил ряд поправок. В первую очередь призвал поднять пенсионный возраст для слабого пола не на 8, а только на 5 лет. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев уже поручил правительству в кратчайшие сроки представить предложение по законопроекту с учетом предложений Владимира Путина. Чувашию посетила делегация Центральной избирательной комиссии России. Члены ЦИКа подвели итоги президентских выборов и проверили подготовку к единому дню голосования, который состоится 9 сентября. Если для избирателей выборы главы государства завершились 18 марта, то для членов Центральной избирательной комиссии – 4 июня. Только в начале лета были готовы все отчеты и проведен анализ кампании. Республика Чувашия не прозвучала нигде в отрицательном плане, ни по одному показателю. Мы не могли бы предъявить претензии нашим коллегам, которые отвечали здесь, на территории республики, за организацию президентской кампании. Сейчас в разгаре очередная избирательная кампания. 9 сентября в стране пройдет единый день голосования. В Чувашии выберут депутатов сельских и городских поселений. Сейчас зарегистрировано. Кандидатов в среднем получается 4 человека. Более 4-х человек на одно место. Причем очень активно участвуют, как обычно, парламентские партии. Но в этот раз и большое количество самовыдвиженцев. Это 93 человека на 82 вакантных мандата. То есть тоже более одного человека выдвинуто в порядке самого движения. Пока при подготовке к выборам серьезных нарушений не зафиксировано. В республиканский ЦИК поступила одна жалоба. Было заявлено, что со стороны одного из глав администрации якобы оказывалось давление на кандидата. С тем, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов. Мы сейчас это все будем проверять. И если факты подтвердятся, то будем принимать меры. В избирательной системе страны наступают перемены. Сейчас начата разработка избирательного кодекса Российской Федерации. Этот документ поможет повысить прозрачность выборов. К следующему году будет готов проект. Потом начнется его официальное обсуждение уже с депутатами. Это тоже будет, я уверен, длительный процесс. В идеале было бы здорово провести следующий парламентский выбор 2021 года уже по избирательному кодексу. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Проект «Открытый город» переходит и в офлайн. Встречи чебоксарских властей с горожанами лицом к лицу будут продолжаться, но с недавнего времени выразить свое мнение чебоксарцы смогут и через специальное мобильное приложение. Play Market и App Store в обоих магазинах приложение «Открытый город» скачивается бесплатно. Регистрация стандартная по номеру телефона и коду подтверждения. Личные данные стоит заполнить. Например, отметив, что вы житель Калининского района, будете получать пуш-уведомления о голосованиях, касающихся именно вашего района. Это способ отсечь лишний спам и распределить опросники по разным социальным и возрастным группам. Нам важно мнение горожан. Но мнение горожан, оно должно до нас доходить, всех целевых аудиторий. Это могут быть и дети. Это для нас важно. Мнение детей, которые будут жить в этом городе, и они совершенно по-другому смотрят на наш город. Это мнение молодежи, которая постоянно путешествует, приезжает и говорит, почему везде есть, у нас нет. Например, плоскостного фонтана. У пожилых людей, у маломобильных категорий, у них свои просьбы. И вот этот портал нам даст возможность при принятии решения знать, правильное оно или нет. В тестовом режиме портал работает месяц. Пользователей набралось 2,5 тысячи. Голосования открываются по одному в неделю. Сейчас можно высказать свое мнение насчет платных парковок. За ответы, кстати, начисляют баллы. Те, кто наберет по 500 баллов, он уже имеет возможность получить футболку с логотипом «Решаем вместе» и «Открытый город». Рюкзачок, кружки, ну и так далее, сувенирная продукция, которая также будет презентована в рамках портала. Помимо мобильной версии, есть и компьютерные. Принципы те же – «Решать вместе». Для этого и создан проект «Открытый город». Кстати, встречи власти с горожанами лицом к лицу тоже будут продолжаться. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика. Юные журналисты нашей телекомпании вернулись с очередного фестиваля. На этот раз ребята повышали свое мастерство на берегах самого чистого озера планеты. Слет «Голос Байкала» собрал лучших юнкоров страны. Это первые кадры фильма, снятого чебоксарскими медийщиками в поселке Большое Галаусное. Основные достопримечательности этого места – сухое озеро, на котором проводились шаманские обряды. И гора с фантастическими видами на Байкал. Байкал у нас отчасти напоминает маленького ребенка-шизофреника. Настроение у него меняется каждые два часа. И если вы сегодня видите тихую, спокойную гладь, это не означает, что через полчаса не поднимутся волны. Рыбаки стараются далеко уже не уплывать. Они где-то поблизости, возле берегов, нашли рыбные места и стараются обитать там. Ну, в частности, одна из примет, если вода на Байкале начинает пузыриться, значит, будет волна буквально в течение часа. Экскурсии, практикумы и удивительные знакомства. Хозяйка базы отдыха Людмила Сегаева уже не первый год бесплатно размещает талантливых ребят страны. Просто потому, что хочет, чтобы о ее малой родине знали повсюду. Мы относимся к нашему озеру не как к озеру, не как к простому водоему. Мы относимся к нему как к живому существу, который имеет огромную силу, энергию, тепло. И это озеро, которое мы называем морем, дает нам свет, жизнь, энергию, красоту и здоровье. Заряд энергии и креатива Байкал подарил и чебоксарцам. Юные журналисты собрали сокровища. Посмотреть на них, а также узнать много интересных фактов о самом глубоком озере, вы сможете 3 сентября в 20 часов на нашем канале. Мария Шоклева, Александр Васильев, Республика. Увидеть Израиль, не покидая Республику, можно в эти дни в Чувашском государственном художественном музее. Там открылась выставка художников-выходцев из России, которые сейчас живут и работают на Ближнем Востоке. Показать чебоксарцам израильские пейзажи придумали две художницы, для которых столица Чувашия и далекие края на берегу Игейского моря одинаково дороги. Так появилась выставка «Земля обетованная Израиль». Марина Андреева родилась и выросла в Чувашии, а потом уехала вслед за мужем, тоже художником. Мы хотели ознакомить наших сограждан со страной Израиль. У нас теплые приветливые люди, такой же климат, очень теплый, даже жаркий, можно сказать. У нас по полгода не бывает дождя, у нас просто палит солнце. И картины в основном все такие же солнечные, как и страна Израиль. Под жаркое солнце уехал когда-то еще один выпускник Чебоксарского художественного училища – Вадим Макаров. Вдали от родины пришлось заново искать средства для существования. Живопись он забросил. Но как только дела пошли в гору, Вадим снова сел за холст. Первое время я не занимался живописью вообще никак. То есть, ну, мое состояние души меня, так сказать, тянуло. И я, в общем-то, начал покупать материалы, краски, холсты. То есть, начал потихоньку рисовать. В последнее время я занимаюсь только живописью. Все 33 картины экспозиции останутся в фондах нашего художественного музея. Это подарок к предстоящему юбилею. И следующей осенью музей 80 – это наш первый подарок. Вернее, нам первый подарок. Посмотреть на пейзажи солнечной страны можно будет до 23 сентября, когда в Чувашии, возможно, уже будет пасмурно. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин